Всем привет! Сегодня у нас 7 марта. Пришла к нам наконец-то весна. Пора инкубировать птицу, но инкубатор у меня, к сожалению, накрылся. Отработал он мне, верой и правдой, 3 года. Конечно же, не без помощи, но и стоя он вышел. Сама электроника работает, но вот корпус у нас пострадал. Сегодня мы займемся переделкой корпуса, возьмем старую электронику и накидаем в этот новый корпус. Сейчас все покажу. Покажу старый инкубатор, покажу из чего вы не делаете новый инкубатор. А мои маленькие мысли по новому инкубатору тоже расскажу. И давайте приступим. Так, вот мой старый инкубатор. Делал я его 3 года назад. Он отработал мне, верой и правдой. Ну, такое состояние у него. Он пролежал всю зиму в теплице, поэтому вот в таком виде. Так что не пугайтесь. Здесь простейший у нас терморегулятор с Алиэкспресса. Не помню, В1209 он называется. Это я хотел сделать питание, чтобы сам запускался с 12-ти вольт с аккумулятора. Но потом я уже понял, что это лишнее и переделал его под 220. Так, уйди отсюда. Здесь реле задержки времени на поворот лотка. Он автоматический у нас. В верхней части у нас имеется. Подпотел маленько с улицы. Это гигрометр. Там сейчас села батарейка. Надо поменять здесь смотровое окно, чтобы вылуп видеть, когда вылуп идет. Смысл в нем, в принципе, отсутствует. Но только вот наблюдать вылуп. Переворачиваем. Так, здесь вот видим гигрометр датчик наш. Крышку берем. Внутри более-менее чисто. Здесь у меня реализовано два кулера с двух сторон. Под ними лампочки. В данном случае сейчас стоят на 40 ватт лампочки. Здесь у нас механизм поворота лотка на двигателе. Вот я его буду переделывать маленько. Сам лоток мне нравится. Маленько кривоват. Ну, в принципе, для себя мне особо ровно не надо. Лишь бы оно работало. Также есть имеется два блока питания. Ну, наверное, я переделываю на один. Посмотрим. Они где-то по 5, да, по 5. Вот один на 8 ампер, другой на 5 ампер. Оба работают. Здесь у нас термодатчик. Вот отсюда тоже я его беру, мешается он мне здесь. Вот это вот лоточек специальный. Вырезал я его из промышленного. Вот этот вот лоток поворачивается. Там еще скорлупа лежит. Механизм крутится. Лоток у нас вот так качается. И внизу у нас еще два кулера, которые гоняют воздух теплый по корпусу. Также все утеплено утеплителем. Но это лишнее тоже. Я буду от этого избавляться. Это все лишнее. Там ванночка под воду. Их там две должно быть. И вот такая конструкция. Вот общий внешний вид изнутри. Вот так вот выглядит. Размеры не буду говорить. Сейчас будем переделывать. Мне маленько не устраивает то, что зазоры большие. Где лоток можно в принципе сделать поменьше. И вот камера нагрева у меня обделана оцинковкой, чтобы не плавился пеноплекс. Вот этот. Это не пеноплекс, а с Leroy подобие. Вот новый пеноплекс. Тоже с Leroy. Это пятерка. Здесь у меня шесть листов. Самый оптимальный вариант по цене. И как бы вполне устраивает. Но утеплять вот так уже не буду. Потому что это лишнее. Обдув у меня будет вот на четырех вот таких вот 120 кулерах. Примерно то же самое. Но будет 120 кулерах. И сделаем отдельно окошки под них. Вот здесь вот, чтобы они дули прям стационарно сюда. Мы их обслужим. Смажем. Они примерно одинаковые. По амперажу примерно одинаковые. И по оборотам. Так что дуть будут одинаково. Так. Сейчас, наверное, я замерю размеры какие-нибудь для себя в голове. И начнем уже резать новый пеноплекс. И клеить, наверное. Так. Примерно я замерил. Вот у меня получается лоток сам. Он где-то 64 сантиметра. Плюс стенка. Вот тут тройка будет пятерка. Это у нас 69. Возьмем 70 лоток. И 5 возьмем стенку. То есть 75 округлим. Чтобы маленько зазоры все равно были. Чтобы было удобно доставать, ставить его. Так же у нас вот здесь будет не 20 сантиметров. А 12. Потому что кулера на 12. Чтобы был меньше зазор. Чтобы тепло быстрее выходило вниз. Чтобы нагревалось быстрее все. Вот это вот лишнее у меня все сделано. То есть тут большая камера. Маленькие кулера. Оно все долго нагревается. И долго нагревается сам инкубатор. Поэтому делаем камеру нагрева 12 сантиметров. Плюс 75 основной вот этот размер. Вот эту перегородку можно будет потом подвинуть. Поставить как-нибудь. Так что вот так. Я разбирать пока не буду. Сейчас нарежу новые листы. А там уже разберемся. Листы с пазами. Паз мне не нужен. Будем делать так. Без пазов. Клеить буду на герметик. Редактор субтитров А.Семкин «Симон» давайте приступим в клейке мне не маленько неудобно и на полу все это дело почти метр кстати по размерам не сказал высота 40 ширина 58 длина 90 плюс еще по 10 метр ровно короче получается а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все швы просили, понял Потому что все равно резал ножом Где-то маленько неровно может быть Вот такой короб Более-менее ровный Старый инкубатор стоит Сейчас крышку вырежу С окошком, наверное А дальше уже посмотрим Так, вырезал крышку Такую вот крышку сделал Сделал пазик внутри Чтоб все плотно закрывалось Не стал делать смотровое окошко Вот начал размечать Не стал делать Вот на старой крышке оно есть И как бы не нужно Оказалось просто Лишняя потеря тепла И оно потело там постоянно Хотя двойной стеклопакет делал Все равно потело Так что смысла в нем нету Вот такая крышка Маленько подзапыхался уже Пока режу Клею воняет Еще этим герметиком Уксусом Сейчас пойду Наверное жестянку гнуть Под нагревательную камеру Нагну, наверное Покажу Или может Буду гнуть Покажу Сейчас посмотрим Короче Сделал Вот такую вот Камеру нагрева Два кулера Согнул С оцинковки Два кулера Прикрутил К корпусам Кулера Сюда Утолщение Здесь Промазал Маленько Надо убрать Есть Зачем Прикрутиться Еще Своей стороной Прикрутил Хорошо Сделал Два выреза Под 120 кулера На выдув В инкубационную Камеру Вот так Буду стоять Эти 120 кулера И Прикрутил Там Патроны Под лампочки Под 220 Это Вот Дида Сейчас Вот примерю Вот так будет стоять Там будет нагреваться воздух И подаваться Вот сюда В камеру В основную Уже Горячим Ну Наобучал Открутить Патроны Вставить А потом Прикрутить И можно будет Потом Прямо через стенку Еще саморезом Крутиться Чтоб притянуть Ее сюда И здесь И здесь Так же Можно будет Прикрутиться Через стенку Саморезом Камера Нагрева Небольшая Получилась Будет хорошо Нагревать воздух Запыхался Маленько Сейчас Еще сделаю Перегородку И Наверное На этом Первую часть Закончу Электронику Во второй части Уже будем делать Потому что Видео затягивается Будет очень длинный ролик Если делать Все в одной части И Вентиляцию Еще у нас Делать в крышке Сейчас посмотрим Перегородку Делаю А дальше Посмотрим уже Пришлось Ширик включать На Ширик Видно Все На Ширик Снимать Что-то Не задумался Короче Вырезал Вот такую Перегородку Такую Ешку Вот так Она будет Ставиться Плотненько Так же Вклеится На герметик На силиконовый Который Еще остался У меня И Оно Вот так Вот встануть Сюда Кулера Внизу Там Также Отверстие Показывал Там Будет Нагреваться И Сюда Выдувать Ну Вклеится Она В последнюю очередь Когда уже Соберется Электроника Потому что Вот эту Камеру Нагрева Надо будет Еще двигать Шевелить Провода Протягивать Так что Пока Еще Не буду Трогать А Это Вклеится В конце Уже Так же Саморезами Стяну Сбоку Давайте подведем итог Что у нас Получилось Склеили мы Каркас Инкубатора Ширина У нас Метр Все Длина У нас Метр Ширина У нас 50 Не помню 58 58 У нас Ширина И высота У нас 40 Получилось Лоток Я поставил Лоток Работает Проверил Болтается И ничего Не задевает Так же Сделали Крышку Так все Плотно Закрывается Еще Надо Сделать Вентиляцию Вот У меня Две Пробки Это Горлышки От бутылки Отрезанные Я Сюда Потом Врежу Чтоб Открыл Воздух Пошел И с той стороны Так же Сделаю Четыре Штуки Еще Таких Ж Чтоб Вентиляция Была Ну и Все Корпус У нас Готов Осталась Электроника Это во второй Части Подписывайтесь На канал Ставьте Лайк Этому Видео Не пропускайте Вторую Часть И до Новых Встреч Пока Пока Субтитры 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 Я надеюсь Попробуем Попробуем Включить Все Субтитры 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 Попробуем Субтитры 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 Здесь Такая же История И пробки Спокойно Открутил Спокойно Закрутил Закрыл Подачу Воздуха Воздух Больше Не поступает Идет Нагрев Глухой Внутри Открываем Открываем Внутри Видим Два Вентилятора Камера Нагрева Вот так Она Выглядит Все Обшито Оцинковкой Которую Мы пилили Вон Эти саморезы Которые Рассказывал Что Они Держат Там Пластина Внутри Вот она Сразу Держится И сама Камера Нагрева И держится Аппаратура Два Вентилятора Я уже сказал И две Лампочки В данном Случае По 40 Ватт Но поменяю На 60 Греет Очень долго Лучше Пусть Подогревает Побыстрее Конечно Нежелательно Чтобы Быстро Нагревался Но лучше Побыстрее Прям Очень Долго Нагревает С 40 Ватт Лампочками Но от них Тепла Очень мало Как вы Понимаете Также сделал Перегородку Вот эту Клеил Клеил Тут Прикрутил На саморезы У меня Остался Еще герметик Я еще Пройду Швы Герметиком Чтобы Было Все Герметично Там внизу Пройду Швы Чтобы Мало ли Вода Прольется Чтобы На пол Не потекло Ничего И Вот он Сам Лоток Также Там Видим У нас Два Еще Вентилятора Кулера Эти Кулера Сняты С блоков Питания Компьютеров Нерабочих Все Также Крутится У нас Идет Вдув В камеру Инкубации Из камеры Нагрева Сам Лоток Давайте Посмотрим Здесь У нас Редукторный Мотор Я его Еще Плетяну Оцинковкой Вырежу Кому Туплетяну Чтобы Он Понадежнее Был Хотя Вот так Стоит Хорошо И Куда Не Девается Лоток У нас Шарнирах Можно Сказать Это Сетка У нас Типа Ящики Пластиковые Есть такие С толстой Сетки Просто Отрезаны И Снизу Прикручены К нему Давайте Не будем Ждать Вот это Время Очень Долго Тут У меня Отчитывает 4 девятки Потом 15 секунд Поворот Лотка Это Просчитано Исходя Из Оборотов Редуктора На Вантом Моторе Давайте Сделаем Проще Отключим Питание Питается Вот От Такой Вилочки От Обычной И Включим Еще раз И Лоток У нас Поехал 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 И Сейчас Встанет Рабочее Положение Вот Там Отчитывается Время 2 секунды Одна Все Встал Вот Такое Рабочее Положение Лотка То есть Яйца У нас Будут Качаться Не Крутиться В Дешевых Инкубаторах Покупных Вот Так Вот Кататься А Будут Качаться Это Намного Лучше И Яйца Будут Стоять Там Стоя Как В Нормальном Промышленном Инкубаторе Хочу Сделать Сюда Концевик Кнопочку У меня Концевики Есть Такие Маленькие Я Чтоб Поехал Я Раньше Замыкал Там Просто Два Контакта Ну И Мотор Получается Напрямую Крутился Хочу Сделать Все Таки Кнопку Потому Что Иногда Надо Допустим На Вентиляцию Вытащить Лоток Чтобы Они Остыли Маленько И Приходится Его Ставить Обычное Положение Ровное Горизонталь И Тяжеловато Найти Перемычку И замкнуть Там Два Контакта Полоток Встает Конечно Все нормально Но Это Лишнее Проще Взял Кнопку Нажал Посмотрел Подъехал И Все Не буду Делать Смотровое Окошко Думаю Это Лишнее Просто Будет Лишнее Тепло Уходить Оставлю Так Как Есть Надо Будет Приоткрыл Крышку Заглянул Посмотрел Все равно Знаешь Когда Выводок И Знаешь Когда Начинать Туалазить Когда Температуры Настраивать Все Знаешь Это Все По Схеме Тут Все Понятно Не Буду Делать Окошко Лишнее Вся Электроника Инкубатора Собрана На ШВВП Это У нас 0,75 Квадрата Вполне Хватает Он Даже Вообще Не Греется Греться Нечему Две Лампочки По 40 Ватт По 60 Будет 120 Ватт Как Для Этого Кабеля Это Очень Мало Ну И Вот Это Я его конечно Переделываю Сейчас Блок питания Найду Еще Один Обычный 2-3 Ампера На блок Питания Чтобы Вот эти Кулера Включались Вместе С нагревом Так Они Работают Постоянно Сейчас Это Не надо Это Нажно Включалось Нагревом Чтобы Не Выдувало Воздух Холодный В камеру Просто Будет Часто Включаться Инкубатор Это Нам Не Надо И Вот Эти ШВП 0,75 Вполне Не хватает На Все То есть Они У меня Идут И на Нагрев Там Видно На Эти Лампочки Они У меня Идут Тут Видно На Лоток Тут Припаян Другой Провод Там Подмокано Все На Лоток И Вполне Всего Хватает Сюда Можно Любые Ставить Правда Здесь У нас Где-то По 120 Миллиампер Каждый Кулер То есть Ну Грубо говоря Пусть Они будут Ампер 1 Ампер Жрать Ну Можно Любые Провода Сюда Поставить Вообще Без Разницы Страшного Ничего С этим Не Будет Давайте По Потреблению Поговорим Блок Питания Данный У нас Потребляет 100 Ватт С Розетки Но Это Под Нагрузкой Нагрузка У нас На него Ложится Только Тогда Когда Включается У нас Поворот Лотка А Поворот Лотка Включается По-моему Один Раз В 4 Часа Не Помню Как Настроено Сейчас Раз В 4 Часа На 15 Секунд То Есть Потребление Данного Блока Питания Сейчас Минимальное Он Ест Только Питает Вот Этот Регулятор Реле Задержки Времени 4 Кулера Которые Ну 1 Ампера Не Потребляют И Питают Терморегулятор Который Контролирует У нас Нагрев Он Тоже Ничего Не Ест То Сейчас У нас Потребление Блока Питания Минимальное К сожалению Нечем Замерить Так Замерили И Уже Было Ясно Ну И Две Лампочки Будет 60 Ватт Это 120 Ватт И Нагрев У нас Будет Не Постоянно Естественно Допустим Где-то Ну Пусть 12 часов В сутки Он греется Это Будет У нас 120 На 12 И В месяц Он Получается Потреблять Будет Около 40 45 Пусть 50 Киловат Но Месячная Инкубация У нас Только У водяной Птицы И Обычное Куриное Яйцо Будет Потреблять За 20 Дней Пусть Ну Ватт 30 Допустим Киловат Киловат 30 На данный Момент У нас Киловат Света Стоит Где-то 250 Вот И Считайте То есть На 250 Умножайте Где-то Около 100 Рублей Пусть Там Плюс Минус Округлим То есть Тут Тоже Не Угадаешь Сколько Будет Потреблять Полностью Округляем Где-то 100 Рублей Инкубация Получается Вполне Допустимые Значения Недорого Так как У нас Полностью Автоматический За исключением Подачи воды Инкубатор К нам К нему Придется Подходить Только По схеме Когда Настраивать Температуру То есть Тут у нас Термопрофиля Нету Будем Выставлять Температуру Вручную То есть Один день Такая Другой Такая Ну кто Инкубировал Тот знает Будем Ставить Вручную Эту температуру И подливать Воду То есть Больше нам Делать Ничего Не надо Ну и Доставать Лоток Когда будет У нас Охлаждение Яйца Проветривать Это обязательно Даже когда Инкубатор Полностью Автоматический И сам Проветривает Яйца Я думаю Стоит Лучше Открыть Крышку И проветрить Полностью Они Напитаются Больше Кислородом И будет Лучше Выводок В целом Вот такой Получился Инкубатор Вот так Вот еще Покажу У нас Метр На 58 Сантиметров Высота У нас 40 Сантиметров В скором Времени Заложу Яйца Проинкубируем И посмотрим Процент Вывода Всем спасибо За просмотр Кто не видел Первую часть Ссылка В описании Посмотрите Первую часть Ставьте лайк Дизлайк Подписывайтесь На канал С вами был Руслан До новых встреч Пока Пока